22 августа вся страна будет праздновать День государственного флага Российской Федерации. Лабутнанги не исключение. Здесь праздничные мероприятия начнутся уже в воскресенье. Ежегодно в честь этой даты проводится множество акций для горожан, причем для самых разных возрастов. Ирина Волокитина расскажет, кому можно присоединиться, чтобы отметить это событие. Идея его была показать русский колорит на фоне флага. От рождения идеи до воплощения ее в жизнь Алексею понадобилась неделя. Вначале он обдумывал композицию, затем распечатывал листовку в разных форматах. Теперь ему вместе с коллегами предстоит изготовить более двух сотен таких информационных визиток. Флайер – это лучший будет, я думаю, ход, чтобы закрепить в памяти человека, что нужно прийти на шествие. Тем более, судя по флайеру, оно обещает быть веселым каким-то и не таким обычным, как всегда. Но секретов грядущего праздника Алексей раскрывать не стал. Дескать, недаром народная мудрость гласит, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Специалисты молодежного центра отправились на улицы города раздавать флайеры и ленточки расцветки российского флага. Здравствуйте! Мы приглашаем вас принять участие в торжественном шествии, посвященном Дню государственного флага Российской Федерации. Мы даем вам такие замечательные ленточки триколоровские и наш флайер. Приходите, поддерживайте нас. Горожане равнодушными не оставались. День российского флага – главный патриотический праздник. Я обязательно прийду. Я всегда хожу на любые мероприятия наши городские. И с уважением отношусь к организаторам, потому что они все-таки люди занимаются своим делом. И мы всегда участвуем. Государственные праздники в Лабытнанге всегда отмечаются с особым чувством гордости и достоинства. Праздничные мероприятия интересны и разнообразны. На этот раз они продлятся два дня. 20 августа на площади Наков в 15 часов начнется народное гуляние. Для детей будут работать пневмоаттракционы. Откроются зоны караоке и мастерские по изготовлению ленточек, триколора, символа праздника. Взрослые смогут показать свои спортивные достижения в конкурсах, а также оценить творчество земляков при посещении футовыставки, организованной в стиле фотосушки. Победители фотоконкурса в социальных сетях получат свои призы. Культурная развлекательная программа продлится до вечера и вновь продолжится 22 августа, уже в день празднования российского флага. Молодогвардейцы приглашают горожан на традиционный автопробег «Нам с Россией по пути». 16.30 мы собираемся на территории автодрома Центра технического творчества. Он находится на улице Клубной, по улице Клубной. Мы проедем по большим улицам города, по длинным. Украшены должны быть машины с символикой нашего триколора. Также объявлен по положению конкурс на лучшее оформление в стиле триколора. Уже зарегистрированы на сегодняшний день подарки за первое, второе, третье место. Ну и, конечно же, как всегда, за участие. В этом году маршрут автопробега несколько изменился, говорят его организаторы. Планируется, что автомобилисты, проехав по улицам города, соединятся на площади Нака с шествием «Державный триколор», в котором смогут принять участие все желающие. Шествие стартует от памятного знака «Хлеб нашей памяти» в 17.00. И уже через полчаса на главной площади города начнется торжественная концертная программа. Будет много интересного и увлекательного, говорят представители молодежного центра, раздавая прохожим символику грядущего праздника. Обязательно приходите. Ирина Волокетина, Григорий Волков, программа «Время местное». Продолжение следует... Продолжение следует...